Шумбрат Адой Алгат Мордовский народ Сумевшись сбежать из концлагеря, угнав вражеский самолет В историко-мемориальном центре музея имени Гончарова Проходит фото-выставка «Побег из ада» Посвященная побегу из плена на вражеском самолете Михаила Девятаева И другим подобным побегам в годы Второй мировой войны В Советском Союзе, пожалуй, не было человека Который бы не знал о подвиге Михаила Девятаева На немецком бомбардировщике, совершившего побег из концлагеря с группой товарищей О нем написаны книги, сняты документальные художественные фильмы И что в них правда, а что художественный вымысел Разобраться было непросто Да в общем-то, казалось, и нет смысла разбираться Но шли годы И что-то накрывала волна забвения А что-то только освобождалось от грифа секретно Вот и сын Михаила Петровича, начав подробно заниматься биографией отца Не перестает открывать все новые факты Которые считает своим долгом донести до широкой общественности В первую очередь до молодежи В 1957 году, когда им присвоили звание Героя Советского Союза Ему было 40 лет И потом еще 45 лет Он ездил по всей стране Писал книги, занимался в фильмах Рассказывал Ну, о подвиге, естественно Тут уж никуда не денешься Но Как мог, рассказывал и о том, что было в концлагерях Но на самом деле я вам могу сказать Что я занимаюсь этим Вот я на пенсию ушел 5 лет назад И понял, что надо заниматься только отцовской темой И когда я сейчас читаю и вижу то, что написано Ну, начальник потом не спишь Детям очень трудно рассказать о концлагерях Взрослым очень трудно Вы не поверите, что там было Вот эта изощренная машина Высокоинтеллектуальная немцев Немецких фашистов Это просто Представить себе невозможно Угнов бомбардировщик из немецкого ракетного центра Группа военно-пленных доставила нашей армии Бесценные данные о производстве фашистами Первых в мире крылатых ракет И точные координаты базы Пенемюнда В результате чего немецкие ФАУ Так и не смогли стать оружием возмездия Как планировало германское командование Это факт установленный и задокументированный А вот то, что в случае неудачи Беглецы, согласно инструкции Должны были быть не просто казнены А разорваны специально обученными собаками Это уже детали Которые знают немногие Поэтому уверенно можно сказать Что члены группы Девятаева Совершили полет из ада Собственно так и называется выставка Открывшаяся в конце апреля В филиале Ульяновского областного краеведческого музея На улице Гончарова Примечательно, что именно в этом здании Хорошо знакомом каждому ульяновцу В годы войны размещалась школа военных летчиков Также ковавшая оружие победы Наш край на протяжении более чем уже 90 лет Собственно говоря, занимается подготовкой пилотов И военным, и гражданских С 1931 года по 1945 год У нас работала школа пилотов и летчиков Которая только в годы войны подготовила 880 пилотов истребителей 317 бомбардировщиков Но вот эта выставка, которая здесь представлена Она половина ее посвящена Это, конечно, главная фигура Михаил Петрович Девятаев Но вообще здесь судьба 18 человек В том числе того экипажа, который принял участие в этом его побеге И затем другие советские летчики И кроме того еще трое французов Которые сначала из Вишистской Франции перелетели А потом уже в Нормандии-Неманской адрелией летали И один американский летчик О подвиге Девятаева долгое время никто не знал Лишь с 1957 года, когда Михаилу Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза О нем стали писать В дом героя пошли мешки с письмами со всех концов необъятной страны Другим нашим летчикам, также угонявшим с немецких баз к своим вражеские самолеты Было дано имя Девятаевцы Удивительно, но даже сейчас о подвиге легендарного летчика мы знаем далеко не все Сейчас, а Михаил Петрович, мы все знаем или еще что-то будем открывать? Нет, конечно Узнать больше об этой странице истории страны и победы Ульяновцы могут, посетив выставку, развернутую на третьем этаже литературного музея Дом Гончарова Работать она будет до 6 июня Владимир Коршунов, Анатолий Рассохин Специально для Улправда ТВ Сегодня гость нашей студии, сын Михаила Девятаева, Александр Девятаев Александр Михайлович, здравствуйте Добрый день Александр Михайлович, подвиг вашего отца Это ведь непростой угон вражеского самолета и побег В одном из интервью вы сказали, что второго такого подвига в мировой истории не было и, я надеюсь, уже не будет Это подвиг уникальный Он вне времен и вне наций В чем значимость подвига? Это одновременно и простой, и очень сложный вопрос Когда отца так спрашивали, а что ты сделал? Он отвечал просто, жить хотелось Вот в этой простой фразе, отнюдь не героической, на самом деле скрыто очень много Оказаться в ситуации, когда у тебя вес 38 килограмм Когда за твоей спиной 9 твоих товарищей А ты им пообещал, что ты угонишь самолет Самолет, которого ты просто не знаешь Так, немножко, чуть-чуть что-то И вот что-то такое сложилось Что-то можно назвать удачей Что-то искусством летчика Но суть подвига, на самом деле Он вне времени Он больше всего восхищаетесь подвигом Всегда немцы, приглашая его в гости Они показывали бывшего врага С которого надо брать пример Блестяще написано и снято Несколько документальных фильмов об отце Художественный фильм снят Но это все публицистика А написать в художественной форме Сценарий ли я по нему, фильм настоящий Или повесть Есть только вот книга, которую я от фонда, конечно, привез Вот Ульяновской национальной культурной Автономия Да, автономия Вот И я думаю, что для того, чтобы понять Сущность подвига Мы не сможем понять подвиг Если мы не сможем проникнуться им Знать его подробности и детали Ну как так могло произойти Что избитый Приговоренный к смерти Которым осталось два дня жизни Человек Все-таки убеждает людей Они ему отдают свой хлеб Который Ничего дороже хлеба не было Убивают Заключают Конвоира И все-таки улетают Но им же тоже надо было Как-то в это поверить Как вы думаете, а зачем Нужна современному человеку Современной молодежи Память о войне? Дело в том, что я уж отношу себя К не к молодым людям И я помню Когда был студентом Мне рассказывали о том Что было до революции Я думал, боже мой Когда это было Как это было давно Но в 17-м году И, например, в 67-м Когда Мне там было 25 лет Всего 26 Мне казалось, что это какая-то древность До революции что-то было Это вообще непонятно, что А теперь я, когда рассказываю И говорю, что вот 57-й год А 57-й год Это ведь 62 года прошло А если говорить до 45-го года То вот уже Как Ведь 77 лет И кто И как это будет передавать Каким образом Через что Их уже нет Остались единицы ветеранов Есть выдающийся проект Который Приводит к тому Что Собирают Воспоминания Теперь уже пошел Второй пласт Вот мы уже Поколение Этих самых фронтовиков Рассказываем И говорим об этом Но взгляд на войну Я помню ваш вопрос Это взгляд Каждого поколения И у каждого свой У старшего Мы слышали Всегда только одну фразу Лишь бы не было войны Я ее повторю Конечно Александр Михайлович Скажите, пожалуйста А для чего был создан И чем занимается Фонд памяти Михаила Девятаева Идея о том Что Нужно этим заниматься Это естественное желание Так сказать И тех Кто знаком с историей Жизни отца Но вот Подготовка к фильму Она длилась три года К художественному фильму Девятаев Выявила все-таки Очень много Деталей в жизни отца Которого до сих пор не знали Или не знали Потому что Начали очень активно искать Я понял, что один я это не сделал Что нужны помощники Что нужны не просто помощники Но еще те, кто могут работать В интернете, в архивах Не только наших Но и зарубежных А это значит еще и знание Английского Немецкого Языков Это очень большая работа Ее нельзя сделать Индивидуально Вот от семьи Девятаева Ее нужно делать От какой-то Структурированной организации Такими организациями Делятся фонды Вот такой фонд Мы и создали У меня есть Громадный объем Материала Это все Это письма отца Это его рукописи Это переписка с друзьями И прочие Это просто документы О прохождении Так сказать Всех событий В его жизни И все это должно Стать достоянием Всех людей То есть это значит Это должно быть Отсканировано Оцифровано И выложено Для всех Хочешь? Изучай Не говори, что этого нет Толчком к этому Послужило то Еще раз повторюсь Что ни одного документа Которые касались бы Самолета Каких-то нюансов Вот результатов Перелета отца Мы не знаем Ответ всегда один Это секрет Значит, надо искать по-другому Вот мы этим и занимаемся Есть вот этот наш фонд Который мы учредили Это еще фонд друзей отца Ведь он в концлагере Последовательно переходил Из Варшавы В Лотц Кляне-Кенигсберг Сексенхаузен Пенемюнда И в каждом были летчики Его друзья Это друзья Это друзья, которые сделали его таким И не подвели его никогда Поэтому фонд, конечно, о памяти этих людей О них надо рассказывать И мы вот только что провели К 110-летию со дня рождения Яна Венецкого Тоже летчика, тоже ветерана Первого написавшего об отце 23 марта 57-го года И сейчас проводим конкурс Журналистский Чтобы найти, может быть, молодежь Сумеет написать так, как писал Ян Венецкий Он и писатель, и художник И журналист большой Вот эти друзья Эти товарищи его По войне, по фронту По концлагерям И в последующей жизни Есть выдающиеся летчики Друзья отца И мы с удовольствием И с радостью вспоминаем о них Говорим о них Потому что это все один круг Спасибо, Александр Михайлович За интересный рассказ И за ту важную работу По сохранению памяти О героях войны Которую вы ведете Ну а наших зрителей Мы поздравляем с наступающим праздником 9 мая Всех приглашаем на фото-выставку Повек из ада Которая проходит в музее Гончарова И которая будет работать до 6 июня А сегодня мы прощаемся с вами И хочу напомнить, что наша программа Выходит каждую первую и третью пятницу месяца На канале Улправда ТВ А в записи ее можно посмотреть На сайте Улправда.ру Всего вам хорошего До свидания Вас Томазанок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok